МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире СБС «Экономика дня» Я Азад Гасанли. Тема нашей сегодняшней передачи – тенденции, протекающие в мировой экономике и их влияние на экономику Азербайджана. Обсуждать эти вопросы я буду с доктором экономических наук, заместителем директора Русской экономической школы ЮНЕК, профессором Ильшадом Мамедовым. Ильшад Малим, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам на передачу. Хотелось бы начать с, наверное, самой обсуждаемой темы начала этого года – это коронавирус. Как вы думаете, является ли это угрозой для мировой экономики? Начнем с этого. В целом, надо отметить, что на сегодняшний день наблюдается достаточно непростая ситуация в связи с коронавирусом. И этот вирус, его распространение уже накладывает свой отпечаток на мировую экономику. То есть не учитывать этот фактор с точки зрения планирования, прогнозирования экономических процессов не представляется возможным. Но вместе с тем, я считаю, что это достаточно сложная структурированная тема. Здесь весомое значение имеет и пропагандистская машина, которая развернута вокруг этой тематики. И на самом деле уже с первых недель мы могли заметить, что именно пропагандистская составляющая играла даже более весомую роль, нежели реальные причины, реальные последствия возможные данного процесса. Поэтому здесь, я думаю, что нужно подходить не менее сложно к этому процессу, чем данный процесс уже идет по динамике и откладывает свой отпечаток на, в том числе, мировую экономику. Поэтому я думаю, что проблема действительно достаточно серьезная. И с точки зрения экономического анализа, ее сложность заключается в том, что проблема зарождена в Китайской народной республике, а Китай в течение последних уже, можно сказать, трех десятилетий является локомотивом с точки зрения развития всей мировой экономики. И уже есть актуальные исследования, которые говорят о том, что в случае, если темпы прироста китайской экономики ниже 8%, значит, в мировой экономике происходят уже процессы, связанные со стагнацией, с достаточно отрицательной динамикой даже, я бы сказал. И поэтому, безусловно, влияние этого процесса на мировую экономику неоспоримо. Но вместе с тем, даже с точки зрения последствий этого процесса, мы можем констатировать, что в большей степени они связаны с той пропагандистской машиной, которая развернута вокруг этого, что дает серьезные основания полагать, что данный процесс в целом является частью той информационной и, вместе с тем, торговой войны, которая на сегодняшний день разворачивается в мировой экономике, что, на мой взгляд, является непосредственным результатом тех процессов, которые происходят в мировой экономике в течение последних лет. А эти процессы уже, в свою очередь, связаны со сменой технологических укладов, потому что мировая экономика идет по циклам Кондратьева, по длинным технологическим волнам. И мы сегодня как раз-таки живем в условиях перехода от одного технологического уклада к другому. И в этих условиях всегда в истории мировой экономики протекали достаточно сложные процессы. Но из-за того, что сегодня мы живем в век информационных технологий, эти процессы приобретают качественно новую структуру и выходят на качественно новый уровень. Поэтому я думаю, что влияние данного фактора на мировую экономику неоспоримо. Но вместе с тем, те достаточно, я бы даже сказал, апокалиптические прогнозы, связанные с тем, что чуть ли не это конец всей мировой экономики, они, конечно же, преувеличены. И я думаю, что этот процесс будет носить временный характер. И постепенно со спадом в динамике распространения этого вируса и вместе с тем, с позитивными новостями с точки зрения использования соответствующих фармакологических препаратов для лечения данной болезни. Я думаю, что и этот ажиотаж пойдет на спад. И вместе с тем, те кризисные явления, которые происходят уже в связи с этим вирусом мировой экономики, пойдут на спад. Более сложным моментом являются глубинные проблемы, которые сформировались в мировой экономике далеко не в связи с этим кризисом. То есть здесь кризис вокруг коронавируса может играть просто роль какого-то катализатора, который все больше генерирует эти процессы. Но с точки зрения того, что источником тех сложных проблем, которые сформировались в мировой экономике, является коронавирус, я считаю, что это, конечно же, весьма поверхностный подход, потому что в мировой экономике наблюдается смена технологического лидера, в мировой экономике происходят процессы, связанные со сменой технологического уклада. И вот этот процесс не может проходить в целом безболезненно. И я думаю, что в ближайшие годы мы станем свидетелями весьма интересных структурных преобразований в целом мировой экономики, которые будут связаны как с моментами, связанными со сменой технологического лидерства в целом масштабах мировой экономики. И вместе с тем мы будем видеть, что те отрасли и сферы, которые составляют ядро нового технологического уклада, по ним будет взрывной рост. И те страны, которые смогут попасть на волну этого нового технологического уклада, они будут демонстрировать позитивную динамику с точки зрения макроэкономического развития. К слову говоря, позитивная динамика в Китайской Народной Республике в течение последних лет в первую очередь была связана с тем, что с точки зрения макроэкономического управления модель управления в Китайской Народной Республике продемонстрировала свою эффективность. В прошлом году одним из главных факторов, которые также влияли на экономику, и в целом то, о чем часто говорили СМИ, это были торговые войны и Brexit. Вот как вы считаете, вот эти вот вызовы, они сохранятся в этом году или же нет? Да, я считаю, что торговые войны, ну и процессы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, к слову говоря, я считаю, что это взаимосвязанные процессы. И эти процессы будут, безусловно, сказываться на экономические динамики. Мы на сегодняшний день на самом деле наблюдаем картину, когда прежний лидер прежнего технологического клада Соединенных Штатов Америки фактически развязали агрессивную внешнеэкономическую политику с тем, чтобы попытаться удержать свои лидирующие позиции. И нынешняя американская администрация, надо отметить, что с точки зрения эффективности менеджмента, отличается от прежней в лучшую сторону. И мы видим, что наблюдается определенная позитивная динамика по основным макроэкономическим индикаторам в Соединенных Штатах Америки. Но что это за динамика? Эта динамика в первую очередь связана с тем, что фактически, благодаря мерам, связанным с протекционизмом, с защитой внутреннего американского рынка, с поддержкой американских товаропроизводителей, с налоговыми реформами, которые затеяла и реализует администрация Трампа, с процессами, связанными с давлением американской администрации на Федеральную резервную систему с целью смягчения денежно-кредитной политики. Мы видим, как фактически администрация США навязывает новые условия с точки зрения торговых взаимоотношений, как с Китайской народной республикой, так с Евросоюзом, вместе с тем и с Великобританией, с другими странами. То есть, это все, безусловно, дает результаты, но эти результаты связаны с перераспределением того дохода, который имеется. Но с точки зрения того, чтобы выйти на какую-то опережающую траекторию роста, мы такого роста в американской экономике не наблюдаем. То есть, фактически, речь идет о перераспределении имеющегося дохода в пользу американской экономики, но это может дать темпы прироста в районе 2-3%, что мы и сегодня наблюдаем. То есть, какого-то качественного рывка мы не видим. И это связано с тем, что американская модель управления экономикой, основанная на приоритете доллара, в первую очередь, на приоритете финансового сектора, изживает себя с точки зрения эффективности. И поэтому на сегодняшний день администрация США, американский эстеблишмент, на самом деле стоит перед достаточно серьезным и сложным выбором. Либо продолжать нынешнюю протекционистскую политику, но это будет приводить к разделению мировой экономики на технологические, финансовые, валютные зоны, и пытаться удерживать лидерство в своей соответствующей зоне, либо продолжать политику финансовой глобализации, которая вредит не только всей мировой экономике, приводя к серьезным структурным диспропорциям, но и вредит, в конечном счете, американскому реальному сектору. И Трамп, как достаточно успешный менеджер, все это осознает и понимает. Поэтому та линия, которая на сегодняшний день взята администрацией нынешней Соединенных Штатов, на попытку удержания лидерства именно в зоне своих стратегических долгосрочных интересов, она находит поддержку в американском обществе. И здесь очень многое, конечно же, будет зависеть от исхода выборов в самих Соединенных Штатах. Если нынешняя администрация получит поддержку, то я думаю, что вот этот процесс фактического раздробления мировой экономики на технологические, валютные, финансовые и в целом экономические зоны, он будет продолжаться. И, конечно же, это будет ставить все страны мира перед новыми вызовами. И я думаю, что здесь появится окно возможностей для многих развивающихся стран, потому что фактически мы будем наблюдать новую конфигурацию мировой экономики. Вы говорите о смене технологического лидера. В данное время, если я правильно понимаю, речь идет о том, что Китай сейчас является тем самым технологическим лидером. Безусловно, есть соответствующие индикаторы. Сегодня Китай экспортирует больше высокотехнологичные продукции, чем Соединенные Штаты, чем Евросоюз. Сегодня по реальному валовому внутреннему продукту это крупнейшая в мире экономика, потому что структурный анализ показывает, что в структуре валового внутреннего продукта Соединенных Штатов не более 30% — это реальный сектор. Совершенно иную картину мы видим по Китаю. Поэтому я думаю, что с точки зрения реальной экономики, реального сектора экономики, и с точки зрения самого эффективного способа измерения валового внутреннего продукта по паритету покупательской способности, Китайская Народная Республика уже давно является безусловным лидером и крупнейшей экономикой в мире. И сегодня даже те проблемы, которые связаны с распространением коронавируса, еще раз демонстрируют это. Потому что на сегодняшний день приблизительно 50% по всей мировой экономике комплектующих и запчастей производится в Китайской Народной Республике. И какое-то закрытие границ, какая-то приостановка процесса разделения труда по миру сразу же сказывается на всех национальных экономиках, можно сказать, без исключения. Поэтому я думаю, что смена технологического лидера уже произошла. Но это процесс, безусловно, сложный, болезненный. И я думаю, что в ближайшие годы мы будем становиться свидетелями вот тех процессов, которые мы сегодня наблюдаем. И это, на мой взгляд, с большой долей вероятностью должно быть причислено к мерам именно информационной, торговой, экономической войны. Потому что на сегодняшний день в век высоких технологий, в век развития информационных, цифровых технологий, конечно же, смена технологического лидера с точки зрения всей глобальной мировой экономики, это не тот процесс, который мог бы проходить безболезненно. Вот в этих меняющихся условиях в глобальной экономике, как вы видите, какие возможности открываются перед развивающимися рынками, в том числе перед Азербайджаном? Да, мы уже в определенной степени затронули эти вопросы. Это на самом деле достаточно интересные вопросы. Как раз-таки смена, период смены технологических укладов, это всегда окно возможностей. Это окно возможностей для потенциальных рынков, для потенциальных новых лидеров с точки зрения регионального развития. И учитывая то, что ядро нового технологического уклада формируется именно в евразийском континенте, в евразийском материке, это безусловно дает серьезные конкурентные преимущества странам региона. И вместе с тем мы не должны забывать, что азербайджанская экономика имеет достаточно серьезные региональные конкурентные преимущества. Это связано с потенциалом по всем компонентам расширенного воспроизводства в азербайджанской экономике. Это связано со стабильностью внутриэкономической и внутриполитической ситуации. Это связано с тем, что у нас фактически в стране реализуется курс, который направлен в первую очередь на защиту наших национальных интересов. И с этой точки зрения, в этом ракурсе мы должны отметить, что Азербайджан действительно может воспользоваться этими потенциальными и уже реально формирующимися возможностями. И увеличивая интегрированность нашей экономики с национальными экономиками наших ключевых внешнеторговых партнеров по ненефтяному сектору с нашими соседними странами, мы можем выйти на достаточно устойчивую и опережающую траекторию роста. Я считаю, что прирост валового внутреннего продукта в динамику от 5% и выше это вполне реалистичный прогноз для азербайджанской экономики. Вместе с тем, я бы стал более структурированно подходить и к экономическим индикаторам. На сегодняшний день, говоря о валовом внутреннем продукте, мы не должны забывать, что это все же общая температура по стране. То есть это не тот показатель, который может универсально четко показать индикаторы развития национальной экономики, насколько устойчиво это развитие. Потому что, безусловно, с точки зрения и методологии, и методов подсчета валового внутреннего продукта имеются серьезные вопросы. Но в целом это все же признанный индикатор, и поэтому даже отталкиваясь от этого показателя, мы можем легко увидеть, что у нас есть существенный потенциал для прироста. Это связано с тем, что у нас существенный потенциал и по трудовым ресурсам, и по природным ресурсам мы экспортируем около 80% в форме сырья наших ресурсов. Вместе с тем, с точки зрения производственного капитала, у нас есть потенциал до загрузки производственных мощностей. Вместе с тем, мы по интеллектуальному потенциалу имеем потенциал для прироста. И с точки зрения расширения рынков сбыта, у нас тоже имеются достаточно существенные потенциальные возможности. У нас реализуется достаточно активная социальная политика, направленная на расширение нашего внутреннего рынка сбыта, что должно привести к повышению покупательской способности. И автоматически это должно приводить к позитивной динамике с точки зрения наращивания внутреннего платежеспособного рынка сбыта. И вместе с тем, экономическая интеграция, о чем я говорил с нашими ближайшими соседями, может позволить расширить и внешние рынки сбыта, рынки сбыта для экспорта. Поэтому я думаю, что здесь потенциал весьма существенный. И если будет соответствующая инвестиционно-инновационная политика, наращивание института банковского кредита, смягчение адресной направленности денежно-кредитной и инвестиционной политики, о чем говорил глава государства на последних экономических совещаниях, то я думаю, что мы вполне можем выйти на устойчивую траекторию опережающего экономического роста. Хотелось бы уточнить один момент. Вы говорили про ВВП и сказали, что это индикатор, который не может в полной мере отразить реальное положение дела. Скажите, какова альтернатива может быть? Какие индикаторы, на ваш взгляд, могли бы адекватнее показывать ситуацию? Да, на сегодняшний день, безусловно, имеются серьезные вопросы к этому показателю, потому что мы видим, что и по отечественной экономической истории, и по мировой имеются достаточно серьезные вопросы к этому индикатору. И здесь, конечно же, экономическая наука пытается предоставить новые возможности с точки зрения более эффективного измерения экономической динамики. Имеются индикаторы, связанные с удельным весом высокотехнологичных секторов экономики. Имеются такие индикаторы, как экспорт высокотехнологичной продукции в общей структуре экспорта. Имеются индикаторы, связанные с долговой загрузкой экономики. С тем, насколько экономический рост соотносится с долговой нагрузкой на экономику, то есть с точки зрения того, чтобы экономический рост был в более опережающем формате. Потому что, если мы, к примеру, проанализируем экономическую динамику по ВВП Соединенных Штатов Америки, там неуклонно прирост волового внутреннего продукта отстает от долговой нагрузки на экономику. Что приводит фактически к тому, что тот кризис, волны которого приближаются к американской экономике, он оттягивается. Но оттягиваясь, сила и последствия этого кризиса, безусловно, возрастают. И с этой точки зрения очень важно проводить именно комплексный системный анализ экономических показателей через разветвленную структурированную сеть экономических индикаторов. Поэтому я считаю, что применение новых экономических методов с точки зрения исследования ситуации на макроуровне это как раз одно из тех важных направлений, что должно способствовать более устойчивой экономической динамике с точки зрения национальной экономики. Я считаю, что внедрение данных показателей, внедрение показателей, более активное внедрение показателей, связанных с инвестиционной составляющей в экономике, с инновативными моментами с точки зрения прироста экономической активности, прироста деловой активности. Это является более эффективными на сегодняшний день методами, чем просто подходить к экономической динамике на макроуровне с помощью одного пуска и в определенной степени универсального индикатора. Поэтому я думаю, что мы постепенно будем усложнять экономическую аналитику. И это соответствует тем усложняющимся реалям, которые уже имеются в мировой экономике. Поэтому вопросы, связанные именно с инновативным характером экономического развития, с долгосрочностью, с устойчивостью, с опережающей структурой экономического развития, безусловно, должны выходить на первый план. Еще один вопрос, который хотел бы затронуть, рынок труда. Часто, когда говорят о вызовах, стоящих перед глобальной экономикой, затрагивает именно вопрос меняющегося рынка труда. В том числе, речь идет о том, что, скажем так, часть профессий, которая у нас сейчас существует, в будущем, через 10 лет, возможно, через 20 лет, их уже не станет. Вот эта проблема и есть. И мне интересно, что ваше мнение касательно вот этого. И что еще интересно было бы, если спроектировать этот вопрос на азербайджанку, вы считаете, является ли для Азербайджана также актуальной проблемой? Да, эта проблема на сегодняшний день актуальна, в первую очередь, благодаря процессам, связанным с цифровизацией. Как известно, это тренд уже во всей мировой экономике. И нашей экономике здесь, конечно же, невозможно остаться в стороне от этих процессов. Безусловно, вызовы есть, но необходимо иметь в виду, что исторически эти вызовы формировались со сменой технологических укладов, со сменой технологически сопряженных производств, которые были фарватеры развития мировой экономики. И в этом плане этот процесс не нов. И здесь просто крайне важно иметь в виду, что цифровизация должна дополняться теми, соответствующими стимулятивными, стимулирующими мерами государства, которые должны, с одной стороны, уменьшать риски, формирующиеся благодаря этим процессам и новым вызовам, а с другой стороны, давать стимул для развития тех направлений, которые дают более опережающий прирост. Потому что это, на самом деле, может позволить, благодаря опережающему взрывному росту в новых сферах, в значительной степени купировать, закрыть те пробелы, которые будут формироваться в результате того, что какие-то специальности будут отпадать. Это объективная реальность. Безусловно, там будут какие-то негативные последствия. Но надо иметь в виду, что негативные последствия от процессов, связанных с научно-техническим прогрессом, они значительно ниже по уровню, чем те последствия, которые могут быть от непродуманной, неадекватной макроэкономической политики. Что ж, Ильшат Малим, большое спасибо за такую интересную беседу. Я напомню, что это была «Экономика дня». Вместе с нашим гостем, доктором экономических наук, заместителем директора русско-экономической школы, профессором Ильшадом Мамедовым, мы обсуждали текущие тенденции в мировой экономике и их влияние на экономику Азербайджана. С вами был я, Азат Гасан Ли. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok